всем привет мы проснулись в отеле сходили позавтракали значит отдохнули выспались сейчас поедем на завтрак взяли личную лапу и домашняя лапша с говядиной но там вообще прям половина говядина половина лапши это порция 80 рублей я еле съел татьяна говорит таких сырников взяли сырники таких сырников больших никогда не видела в общем все здорово всем советуем здесь остановиться покушать вас на наш номер как-то так две кровати телевизор не знаю видно будет не видно телевизор все чистенько уютненько сейчас сходим за гостиницей здесь есть датсан сходим посмотрим кстати чете есть новый построенный датсан большой мы туда не попали только потому что мы приехали уже было поздно он уже был закрыт уехали мы с утра пораньше ночевали мы за городом уже возвращаться не стали уехали с утра пораньше чтобы время не терять вчерашний день впечатление от вчерашнего дня значит равнины как будто степы как будто монголия ничего не растет только сейчас вот стал появляться лес нужно эту равнину мы спустились не знаю видно будет не видно начинает появляться березовый лес в равнине а так как будто ты по монголии едешь в сопке поднимаешься сказочный лес как песни агата кризиса вот тут к нам присоединились все по равнине едешь по долине попадаются поселки заправки как бы все есть поднимаешься в сопке выезжаешь на хребты все по 100 километров опять ничего нету ни заправок ни поселков ничего мы вчера где-то проехали вчера проехали где-то больше ста километров до и вот даже больше намного 100 километров прежде чем мы вот встретили гостиницы уже думали что опять придется нам ночевать в машине ну слава богу вот попалась такая хорошая гостиница где нам очень кстати насчет персонала ребята вы не поверите зарплата в работников вот она одна они работают вахтами месяц здесь месяц дома месяц она одна обслуживает вот эту двухэтажную гостиницу одна месяц на практически нет и это круглосуточная работа зарплаты в нее 45 тысяч в неделю ну когда на мои слова я говорю ну как-то не густо как же так она сказала что делать в поселке 3000 в месяц зарплата представляете 3000 в месяц вот так люди живут доехали камера была выключена попадаются много аварийных участков но есть были участки асфальт был латочный ремонт просто накидали асфальт и даже не утрамбовывали машинкой трамбовочник как она пресс-машинка или как правильно называется просто видно что лопатой приняли все едешь к постиральной доске есть районы я так понимаю все зависит от того от главы района финансирование конечно также как москва мужской области едешь где-то нормально где-то прям разбито но здесь то это федеральная дорога это как бы деньги так федеральной здесь должно быть все нормально здесь поток машин такой и нет не вся дорога конечно идеальная инфраструктурой тоже беда сейчас мы едем выезжаем в сторону улан-удэ поедем сходим до план видео и выезжаем поедем уже все надоело уже потом путь все едем едем дальше забыли сказать самое главное впечатление вчерашнего дня это озера и лебеди настоящий краснокнижные лебеди кликумы мы все-таки разобрались вчера что это все-таки лебеди а то когда мы побежали радостный к озеру подошли и понять не можем да не всего плыли далеко от нас и мы понять не могли то ли это большие гуси то ли это маленькие лебеди казалось это такая порода лебедей они маленькие краснокнижные за них даже молятся в датсанах да вот в этих датсанах проходят молебны за них за их приедем да ну все поедем дальше нас предупреждали что здесь водятся медведи вы мол лучше не выходите в лес далеко не уходите мы все-таки одного нашли вот он он один медведь иди сюда вот такие большие добрые здесь они медведи а вы их боитесь так мама только руки потом мыть обязательно без обид мишка ой какая ты счастливая сколько ты всего увидела первый раз видим баранов а это молитвенное место до молитвен вон там далеко знаете да и там был храм да раньше потому что там что-то там мы сзади зашли там все сгорит сгоревшие здание вот такой да там такой тут интересно зеленая и белая зеленая и бараны вот такая красота очень красивая все конечно сделано делаем три круга хорошо давайте сделаем каждых три круга делаешь каждый круг надо крутить барабаны и молиться так здесь наверно лучше будет видно он большая статуя над ней висит еще маленькая статуя и там точно так же за стеклом как называется это субурга это вот такие вот стоят на вот такая вот трава у них я не то чтобы съели или подстрелили вот она вот так сама по тебе у них растет такая маленькая поэтому едешь по равнине высохшая прошлогодняя маленькая у нас полынь так выше человеческого роста поэтому когда едешь по равнине как по тундре вот наш папа леночка возвращаются датсана очень очень красивое место шикарный нам очень понравилось дочь с баранами не смогла найти в общий язык она не поняла то ли это собаки но почему-то они как-то по-другому разговаривали едем в сторону петровска-забайкальска дорога конечно последние километров до наверно 30 150 по качеству покрытия стало как стиральная доска совсем не федералка конечно здесь асфальт просто волной мелкой рябью а до этого было ваточный ремонт этом дырки были откровенно в асфальте дырки были заделаны дырки асфальт асфальт затянут дыры и просто без всяких вибромашинок лопатой прикопнут едешь как по стиральной доске здесь тоже тряска постоянно в общем дорога оставляет желать лучшего будем надеяться дальше будет лучше лес куда-то поехал целыми составами в китай въехали в населенный пункт хохотуй вот такие тут деревушки если попадаются то вот они все однотипные выглядят одинаково абсолютно хохоту и сделали дорогу да сейчас вот прям где-то даже переедем мост на дороге не будет решать интересно тут населенные пункты называются названием рит ой вот она опять дорога наверно да нет вроде дальше еще ничего, да? вот такая река, которая населенная пункта да вот закончился хохотуй но будем надеяться и стиральная доска запрошена да будем надеяться очень так, до Петровза-Байкальска у нас 61 километр едем дальше а может и не поднимемся на второй очень круто очень круто подъем да я включим не, вроде на вторую залазим да в общем, да, ребята, еще Байкал не начался а уже а уже вот такие подъемы место какое-то вон смотри нашли мы банкомат но в Павловке он находится вон в том здании в центре поселка это, видать, администрация здесь у нас площадь такая прям с пушкой вообще большой поселок станция большая тут даже какой-то заводик есть организация большое довольно-таки много населения которое мы повеселили своим обозом местные сразу все сбежались разглядывать вопросы задавать пока да а я и не заметил аааа маленький ага можно будет зайти сейчас туда вот такая вот Новопавловка едем дальше да едем дальше Татьяна, что серьезный такой улыбнись скажи всем привет ну проснулась только ладно уже устала дочь тебя только отдохнули вот она Новопавловка поснимали асфальт уже несколько сопок две сроки проехали из асфальта вот такая убитая дорога просто поснимали и все ни техники ни людей никого вот оно вот так стоит и судя по состоянию стоит уже давно судя по всему будет еще долго так стоять вот так возможности в угол разогнаться нету фуры так же как и мы еле ползем хотя блин на улице уже жарковато чтобы не закипеть в общем остановились мы после этих убитых ну не убитых а ремонтных дорог потому что ехать было реально очень тяжело очень долго остановились мы после петровска забайкальского я поменял свечки на старые потому что мне понравился расход на этих бошевских свечках которые поставил три озюри или как оно там называлось три озюри по моему не помню семья озюри да да три озюри это при море кстати тоже шикарное место ну вот а татьяна решила пока с малышкой нам обед приготовить да да засмучалась на камеру моя серьезность вот она бурятия ни одного деревца на вершине хребта вагульник зацвел здесь видно попрохладнее немного федералка проходит прямо через поселок вплотную к домам федеральная трасса фуры все как бы дальнобои да не хотел бы я жить в этих домиках детей здесь растить ужас конечно для заработка наверно населения хорошо что федералка не 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 9 мая все памятники готовят село если не ошибаюсь десятниково называется перед нами долина какая-то ух ты такой спуск и ни одного отбойника с обрывами на не будем отвлекаться там внизу река как красиво кстати сейчас на подъеме была заправка бензин 92 по 36 рублей и спустились дорога конечно здесь хорошая красивая такая долина река не знаю правда какая она такая личная здесь идет через нее через все вау поворачиваешь и такая красота мы все еще едем вдоль селинги небольшие тут деревеньки такие вдоль нее стоят вдоль путей ой здесь смотри уже все распустилась за смотри интересно только что ехали там холодно было так а здесь зеленая о оленя на горе ну все почти приехали в улан-удэ